Всем добрый день, мои дорогие дамы и господа! Как у вас настроение? В соля отлично, соля прекрасно, ваш соляный! Сегодня мы с вами беседуем об алгоритме кластеризации K-Mins, или же K-средних. Первоначально, перед тем, как мы начнем, необходимо огласить, что же такое кластеризация, что же такое кластерный анализ. Это определенные действия, когда мы объединяем группки объектов в общие кластеры, в общее множество, которые очень схожи между собой, вот именно объекты в одном множестве, они схожи, но объекты в разных множествах, они отличаются. При этом, интересная вещь, допустим, вы учитесь в школе, да? Вот пример вам из жизни. Вы учитесь в школе, и у вас есть определенное количество людей, допустим, 30 человек. И кто-то играет в Дотку, кто-то в Genshin Impact, кто-то в Fortnite, то есть в игрушечки, да? Соответственно, кто-то играет в эту игрушку, 7 человек играет, в эту 12 человек играет, в эту, допустим, 5 человек играет. При этом, кто-то может играть и в ту, и в другую игрушку одновременно. При этом, ну, то есть, вообще, он играл и в ту, и в другую игрушку, просто одной игрушке он посвятил, допустим, 80% своего времени, а другой игрушке посвятил 20% времени. Это конкретно мы говорим об алгоритме фазе C-means. Фазе C-means, то есть алгоритм нечетких множеств, кластеризация на основе нечетких множеств. Но K-means, это четкие множества, четкие, четкие, да? Соответственно, что это означает? Это означает, что объект принадлежит только к одному кластеру. Однако же есть различные вариации K-means, поэтому там можно особо не задумываться, но классика традиционно обычно принадлежит к одному множеству. Окей? Соответственно, вот что означает K-means вообще? K-средних. K-средних, то есть вычисляется что-то среднее, да? А что такое K? K-это количество кластеров. То есть K, вот K-means, да? K-средних. Это количество кластеров. Допустим, мы выбираем три кластера. Раз, два, три. Окей, то есть одна игрушка, вторая игрушка, третья игрушка. Либо же пять кластеров. Количество кластеров будет равняться пяти. Тогда у нас раз, два, три, четыре, пять. То есть, допустим, вы слушаете музыку. Blink-182, My Chemical Romance, Panic at the Disco, Paramore и также Machine Gun Kelly. То есть поп-панк сет такой собрали. Опачки, у нас здесь имеется. То есть различная музяка в поп-панк направлении. Может быть, также и, допустим, не только поп-панк, а какой-нибудь такой просто человый. Ну, хотя нет, это такая альтернатива Индии, можно сказать. Тут у нас будет Nothing But Thieves, Neighborhoods, Twenty One Pilots. Это определенные люди обычно слушают. Вот если кто-то слушает одну из этих групп, то и другую. А другое они обычно слышали. Бывало иногда. Аналогичным образом, если мы говорим, например, про Людовика Иннаудио, про Ханса Циммера, плюс про Ируму, плюс также Ховарда Шора, вероятнее всего вы про них тоже слышали. Если вы слышали про одного из них, то какой-нибудь другой с определенной вероятностью вы тоже слышали. Окей, ладно, у нас сегодня тема не о том, что какую музяку вы слушали, а именно о кластеризации. Как же работает алгоритм кластеризации K-Minsk? О средних. Первоначально это вообще unsupervised learning task, то есть unsupervised learning задача обучения без учителя, то есть когда компьютер сам автоматически определяет, что и схожее, и что и так далее. Соответственно, то есть объединяет объекты по общим признакам. Теперь конкретно что же происходит в момент этого алгоритма? Человек, который является инженером машинного обучения, либо экспертом, либо же просто человеком, который хочет как-либо кластеризировать данные по определенной выборке, то есть у нас есть первоначально определенная выборка, выборка данных, то есть определенное множество данных, определенный датасет, да, датасет, либо же определенная table or data в таблицах записанная, либо же time series data и так далее. Но в общем, есть определенная такая вот data, да, data о чем-то, данные о чем-то, входные. Соответственно, далее у нас определенный человек, который как раз-таки работает за компьютером, он вводит количество кластеров, количество, сколько кластеров будет. Обычно это обозначается как n clusters, то есть количество n кластеров. Окей, он вводит, допустим, три кластера. Дальше после этого приступает, начинает работать сам компуктер, сама программа, то есть сам алгоритм K-Means, то есть от человека требуется только ввести количество кластеров. И то это может быть тоже, это может быть тоже automated task, то есть это может быть автоматизировано, либо же человек может просто рандомное задать, либо же сама машина может рандомное значение этих кластеров задать. В общем, и, кстати, выбор кластеров это тоже отдельная вещь. Тут есть определенный такой метод, метод локтя, плюс также другой метод, там другие методы тоже имеются, gap of statistics и так далее. То есть есть различные методы, сколько у нас количество кластеров, но обычно на глазок так вымеряют. Если у нас не так много данных, то обычно на глазок это вымеряется. То есть, допустим, мы таки видим, что, ну, здесь вероятнее всего 6 кластеров, окей, соответственно, 6 выбираем. То есть обычно вот так и делается на глазок, но если там именно, чтобы прям точно оптимизировать метод локтя и также gap of statistics, можете погуглить об этом, ну там, то есть он вот так вот выглядит, когда уже все данные другое значение принимают, тогда вот мы выбираем именно эту точку. Окей, соответственно, человек вводит с компуктера определенное число. Как k-means работает? Вводится определенное число с компуктера, то есть пользователь, либо же определенный эксперт, после чего начинается работа именно компуктера. Компуктер, допустим, мы выбрали количество кластеров 3, то есть 3 это n, количество кластеров равняется номеру 3. Дальше компьютер выбирает 3 рандомные точки, то есть n-ное количество рандомных точек, то есть если мы в общем виде рассматриваем, допустим, там было 5, то тогда будет 5 точек. Если 6, то 6 точек. Выбирает компьютер. Соответственно, мы рассматриваем пример с тремя. Выбираются 3 точки. После чего компуктер, так скажем, делает некоторое присвоение тем объектам, которые находятся ближе к этим точкам, он присваивает им идентификатор этого кластера. Давайте разберем пример. Вот у нас есть точка 1, точка 2, точка 3. Соответственно, те точки, которые будут находиться ближе всего к этому кластеру, они будут являться, так скажем, элементом кластера номер 3. То есть если они находятся ближе к этой точке, то элементом кластера номер 2. К этой точке элемент кластера номер 1, элемент кластера номер 2, элемент кластера номер 3. То есть все, что находится ближе к этой точке элемент, это будет являться элементами кластера номер 1. Те, что находятся ближе к этой точке элементами кластера номер 2, Те, кто находится ближе к этой точке, элементами кластера номер 3. Допустим, это синяя точка, это красная точка, это зеленая точка. То, что находится ближе к... А, я забыл уже, какие у нас цвета. В общем, то, что находится ближе к красной точке, будут являться красными точками. Те, что находятся к синей точке ближе, те будут являться кластерами синей точки. Те, кто находится ближе к зеленой, те будут относиться к зеленой точке. Надеюсь, теперь понимаете, к чему это все ведется. То есть, то, что красненькое, красненькое, синенькое, к синенькое, к зелененькому, зелененькому. Это первая итерация нашей статистической процедуры. То есть все точки, которые находятся ближе к этим центрам, которые вводилось количество их с клавиатуры, мы опачки и назначили. Соответственно, те вот случайные точки, которые мы с самого начала выбрали, это центр кластеров. То есть центр кластеров к ним будет принадлежать. Далее, что у нас делается? У нас идет дальше пересчет центров кластеров. Пересчет центров кластеров. Что такое кластер? Центр кластера это точка, сумма, обобщенная суммой расстояния до которой минимальна. То есть центр кластера это обычно точка, если от этой точки измерять. Представим, что здесь у нас точки находятся в пространстве. И центр кластера будет находиться где-то здесь. Это будет в принципе разумно. Если центр кластера будет находиться здесь, то как бы расстояние до этой точки как-то не сильно минимальное. То есть нам необходимо все, чтобы суммы расстояния, Вот раз расстояние, два расстояния, три расстояния, четыре расстояния. Все эти расстояния должны... Сумма этих расстояний, обобщенная сумма, должна быть минимальна. Потому что мы можем рассматривать не только в 2D, а еще и в 6D, и в 7D, и в 8D. А тут у нас на картинке... Ну, в принципе, вот то, что мы сейчас рисуем, вот так вот визуально, да, оно, в принципе, понятно. Окей, соответственно, у нас есть определенный центр кластера. И в центр кластера это точка, расстояние до которой, сумма расстояний, обобщенная сумма расстояний до которой, минимальна от других точек. Соответственно, мы теперь на втором шаге делаем переназначение центров. То есть мы должны заменить центры, мы должны вновь идентифицировать центры. То есть сместить их немного, чтобы они вновь нормально все выстоялись. А, соответственно, у нас были точки первоначально здесь, да, все эти принадлежали, окей, принадлежали. Дальше чуточку они сместились, ага. Дальше вновь идет процедура такая, что если элементом кластера такого-то будет являться элемент расстояния до центра кластера такого-то, которое минимально. То есть, опять же, вот у нас есть точка здесь уже, да, и теперь та точка, которая будет находиться ближе к этой точке, будет как раз-таки являться элементом этого кластера. К этой точке элементом этого кластера, к этой точке элементом этого кластера. Потом, следующий этап итерации Вновь идет смещение центров Опять же, мы вновь переназначаем центры Чуточку идет смещение, тут еще чуточку идет смещение Ага, опочки сместились немного И опять те элементы, те точки, которые находятся ближе к этим центрам Они должны стать элементами этого кластера Ага, окей, дальше опять сместились Опять эти точки должны стать элементами этого кластера Опять сместились, ага, ага, все, 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 все Сходимость, конвергенция достигнута Все, огонь То есть, суть в следующем, что у нас в момент выполнения алгоритма k-means выполняется следующее, что первое, это назначение центров кластеров, центр кластера это точка, первоначально она случайно назначается, потом она высчитывается по правилу, что центр кластера это точка, сумма обобщенных расстояний до которой, сумма обобщенных расстояний до которой минимальна. И второе, это после чего, как мы высчитали центры, мы также делаем присваивание элементам, которые находятся ближе всего к этим центрам кластеров, мы присваиваем к этой точке значение, что она является элементом кластера номер такого-то. Соответственно, допустим, у нас две точки, так будет легче, ребят, смотрите, у нас две точки, это у нас операция присвоения, что элемент принадлежит к определенному кластеру. У нас есть точка 1, точка 2, то есть это номер 1, это номер 2, это точка номер 1, и это является элемент, это центр кластера номер 1, это центр кластера номер 2. Точка, которая будет находиться здесь, к какому кластеру она будет принадлежать? Она будет принадлежать к этому, если мы на 2D смотрим, то есть, опачки, она тут близко находится, к этому она находится очень далеко. Соответственно, это будет являться точка тоже элементом кластера номер 1. А это центр кластера номер 1. Ага, здесь аналогичным образом. Это центр кластера номер 2. Здесь точка просто такая, неопределившаяся. До точки номер 1, до центра кластера номер 1, очень далекое расстояние, вот такое, да? А здесь меньше. Соответственно, расстояние меньше. О, ага, определили, что эта вот точка будет являться элементом кластера номер 2. При этом это элемент кластера номер 2, а это центр кластера номер 2. То есть самое главное понять, что есть центр, что есть просто точка кластера, точка, которая принадлежит кластеру. Потом идет смещение, опять же, то есть смещается в зависимости от того, что мы присвоили и так далее. И, соответственно, она делает k-means, то есть высчитывает k-средних. k-средних, то есть мы вычисляем среднеаритметическое, по сути, то есть поэтому они смещаются. То есть это такое некоторое смещение, но, однако же, k-means, и поэтому он не такой уж робастный алгоритм. Намного лучше использовать k-medoids. k-medoids, он основан на медоидах. Medoids — это точка, которая является центром кластера, но которая существует в текущем датасете. То есть центр кластера, он не обязательно должен существовать в датасете, а центроид, точнее, центроид. Да, ну центроид, центр кластера — это, да. А медоид, он обязательно существует в этом датасете. То есть центр — это даже может быть какая-то такая идеализированная точка. Соответственно, k-means мы определили, что он состоит из двух этапов. Ну, первоначальный этап — это когда мы, точнее, не этап, а просто такая предварительная работа, что вводится определенное количество кластеров. Далее мы определяем случайным образом количество этих точек определяется на карте, то есть и помечаются они как центры кластеров n-ного кластера, то есть и потом n плюс 1 и так далее. То есть это будет первая, это вторая, это третья, это четвертая, это пятая и так далее. Ага, соответственно, рандомным образом дальше назначается это. Дальше идет как раз-таки операция присвоения элементов, которые находятся ближе к этой точке, что они являются элементами кластера номер такого-то. И дальше идет перевзвешивание центров. То есть всего две процедуры. Два этапа здесь. У нас этап, когда присвоение и перезвешивание. Или же наоборот, что сперва присвоение, а потом перезвешивание, присвоение, перезвешивание и так далее. То есть то центры кластеров, то элементы кластеров. Центры кластеров, элементы кластеров. В принципе, очень понятно. Сейчас мы прям очень сильно разжевали. Я там где-то в каком-то видеоролике объяснял это буквально за полторы минуты. Это прям намного изище. Но тут сейчас мы объяснили, чтобы каждый понял, как работает алгоритм GameNins. В принципе, теперь понятно, как он работает. Вообще есть большое количество вариаций алгоритмов кластеризации. Это у нас, точнее, вариаций вообще, впрочем, методов, подходов и так далее. Подходы, это, конечно, более такой обширный. Но конкретно алгоритмов. Кей Минский, Минспас Пластки, Минспас Пластки, Минспас Пластки, Дибискан, ЧДибискан, Кюр Курт, Камелион, Клара, Кларанс, Фаст Клара, Фаст Кларанс, Фаст ПМ, Фаст ПМ1, Фаст ПМ2, Фастер ПМ, Игорь ПМ, DMVCJ, DMVSSC, DMVCVAE, HOMM, COR, RCC, RCDR, DRSGD, DRC, DEC и прочие. Это алгоритмы кластеризации Agnes, Deanna, Agglomerative Nesting, Divisive Analysis и так далее. То есть, есть такие, Expectation Maximization, EM, также GMM, Gaussian Mixture Models и так далее. То есть, это, так скажем, вам дополнительная информация экстра. Экстра, то есть, дополнительная бонусная информация для вас, кто досмотрел до этого момента. Кстати, ставь лайк, пиши комментарий и так далее. Уууу, маркетинг. Соответственно, можете это все делать. Спасибо большое за просмотр этого видеоролика. У вас теперь прояснилось, как работает алгоритм кластеризации. И, кстати, еще одна важная вещь, что как мы измеряем расстояние, то есть, какую метрику выбрать. Метрики бывают разные. Евклидовое расстояние, квадрат Евклидовое расстояние, расстояние Минковского, расстояние Махланобиса, расстояние Чебышева, расстояние Манхэттеновское, расстояние Кульбека Лейблера, расстояние косинусное, косинусное расстояние. Соответственно, что у нас здесь имеется? Обычно используется Евклидовое расстояние, то есть такое вот, да. Соответственно, также используется Манхэттеновское расстояние, это вот такое вот, да, соответственно, там с модулем, а то с таким, с квадратиком, да. Соответственно, а расстояние Минковского это обобщающее расстояние, расстояние, которое обобщает расстояние Минковского, ой, расстояние Минковского, оно обобщает расстояние Манхэттеновское и расстояние Евклидова. Квадрат Евклидового расстояния это квадрат из Евклидового расстояния из вот этой точки. из вот этой вот дистанции, из вот этого расстояния. Окей, друзья, благодарю вас за просмотр, желаю вам успехов, идите вперед, все у вас получится, используйте эти метрики, используйте алгоритмы, которые были озвучены, и всех благ вам, обнимаю вас и успехов, всем пока, бай-бай, развивайтесь!